Добрый день, дорогие горожане! И снова с вами, как всегда, выходные, журналист Дмитрий Оргунов и моя программа, которая называется «Горожане». И очень хорошая ремарка ко второму выпуску данной программы, когда мы говорили о старом Якутске. Дело в том, что столица нашей республики, это в первую очередь, конечно же, это административный центр, это город чиновников, руководителей различных ведомств. Во вторую очередь, это, конечно же, образовательный центр. Помимо того, что, наверное, торговые какие-то функции я отставлю на третье место. Образовательный, крупнейший образовательный центр Восточной Сибири и Дальнего Востока. И город, который обладает уникальной историей научной деятельности, которая связана именно конкретно с этим местом. И сегодня мы решили обратиться к представителям научной общественности, прежде всего, Сардана Ильинична-Баякова. Здравствуйте. И давний мой друг Михаил Михайлович Росов, представитель экологического движения. И хотелось бы поговорить, вот смотрите, есть значимые вещи для каждой группы. То есть, если для руководителей, для, что мы называем, чиновников какие-то, там есть знаковые вещи, празднование каких-то дат и так далее, и так далее, такие же абсолютно поводы есть и у представителей образовательных и научных, представителей образовательных научных сообществ. И мы накануне одной тоже знаменательной даты, которая связана с якутском и уносит нас в эпоху Петра Первого. И именно об этом мы бы хотели сегодня поговорить. Почему вот это событие, которое проходило чуть ли не 300 лет тому назад, оно актуально до сих пор, почему это должно касаться каждого из нас, об этом мы хотели бы небольшую такую дискуссию сотворить. Давайте мы начнём. Сардан Ильинична, да? Ну, во-первых, через три года для, думаю, не только для научного сообщества, но и для всех россиян, нас ждёт знаменательное событие. 300 лет, когда указом Петра Великого была создана Российская Академия Наук. И получилось так, что первые мероприятия Российской Академии Наук как раз очень тесно связаны с Якутией и с нашим родным городом Якутска. Вот сегодняшняя наша беседа и, наверное, проект, о котором мы хотели бы с Михаилом Михайловичем сегодня рассказать, как раз связан с тем, что 285 лет назад в Якутск прибыл академический отряд Великой Северной экспедиции под руководством Бейринга. Это первая и по праву считающаяся Великой Академической экспедиция. В принципе, вот, Дмитрий, абсолютно правильно вы сказали, что Якутск – один из старейших городов, и, к сожалению, вот за современными проблемами развития города, строительства и так далее, мы забываем о том, что Якутск – это прежде всего исторический город. И именно с нашим городом связано развитие многих очень памятных событий. Якутск был всегда форпостом освоения Дальнего Востока, Северо-Востока Азии, Северо-Запада Америки. Причём освоение не только хозяйственного, политического, военного, может быть, но и, прежде всего, научного освоения. Именно отсюда, из нашего города, который на протяжении нескольких столетий был центром, административным прежде всего, вот, всей этой территории огромной, отправлялись и завершались большинство экспедиций XVIII-XIX веков. Ну, а вот эта наша самая первая экспедиция, она знаменательна тем, что именно благодаря тем исследованиям, тем открытиям, которые были сделаны участниками этой экспедиции, мы можем говорить в целом о зарождении академической науки России. И вот эти вот открытия, они способствовали не только изучению нашего региона, периферии, как мы говорим, но и в целом общему развитию российской науки. – Как бы краеугольный камень, один из краеугольных камней, вот именно российской науки, находится прямо вот под нашими ногами здесь, в Якутске, в нашем родном городе, да? – Да, вот фактически почти 10 лет здесь располагался центр вот этой экспедиции, Великой Северной академической экспедиции. Даже вот тот уникальный факт, что в составе этой экспедиции работало пять академиков действующих и два будущих академика, кстати, первые русские академики. Вот здесь они начинали свою деятельность, будучи… Один, допустим, Степан Петрович Крашенинников был студентом ещё, начинал, а второй, Алексей Дмитриевич Красильников, он был простым рядовым геодезистом, а потом стал Красильников первоастроном, а Крашенинников стал ректором Санкт-Петербургского университета, основателем ботанического сада и так далее. Ну, это, я думаю, Михаил Михайлович более подробно расскажет. – У меня вот вопрос, да? Ну, и самое главное, я вот добавлю, что вот выдающийся, как раз академический отряд возглавлял выдающийся историограф Герарс Фридрих Миллер, тот самый, который первый написал историю Сибири, впервые, вообще он стал основоположниками практически истории, этнографии, ну, не побоюсь этого слова, России. – Ну, имя Крашенинникова связано с Камчадалами, да, с Камчаткой, с Камчадалами, но никак, возможно, для простого обывателя никак не связано именно с этносом, якутским этносом, получается, да? Обидели или как? – Ну, я могу сказать немножко, конечно, самая первая такая астрономическая работа, монография, которая даже была издана на иностранных языках, языках написана на русском языке и переиздана, это, конечно, была его работа по Камчатке, да? Но, по сути, он начинал делать самостоятельные экспедиции еще в Восточной Сибири, Иркутск, там определенные маленькие, но полностью самостоятельно он начал работать у нас на территории Якутии. В частности, как только они приехали весной 1736 года в Витим, ему сразу же было дано поручение подняться по Витиму и узнать информацию по саболиному промыслу. То есть, по сути, он уже тогда решал вопрос в Сибири ресурсов, ЕСАК, описание, численность, и, соответственно, было очень важное исследование, которое он довольно неплохо исполнил. После этого, придя в Валюкминск, там они все базировались, ему дали задание пойти в Кемпендяй. Уже тогда было известно, что есть соляные озера, и что это один из интересных способов, естественно, такого вымораживания соли и соляное производство. Ну, это же вообще стратегическая вещь была в 18 веке. Поэтому, соответственно, он сделал поход с Олюкминска до Кемпендяяя. На самом деле, сейчас такой дороги нет. То есть, в тот момент они делали. То есть, как исследователи, который писал рапорта, писал определенные стандарты, замечал, работал с гидридистами, он сформировался здесь, в Якутии. По сути, в дальнейшем он потом от Якутска до Охотска, когда он добирался, тоже делал описание. Правда, сейчас мы пытаемся найти точную информацию, ну, реально ли они в этих местах работали, какие-то материалы собирали, или просто останавливались и шли дальше. У них была, конечно, цель Охотск, и Камчатка, и это самая основная его точка была зрения. Но я считаю, что Кошенинников – это великий человек, потому что он, как вот сказала Сардан Ильинична, пошел студентом фактически, ну, вчерашним, и вернулся в 43-м году, в Петербург, ну, в 41-м, уже фактически готовым суперпрофессионалом, который смог написать потом дальнейшие работы, ну, мирового уровня. И во многом астрономические вещи под его руководством, которые делал Красильников и многие другие герезисты, они показали, ну, размеры Российской империи. То есть фактически весь мир понял, что вот от сих до сих – это Россия. До этого было кучей недоверий. Ну, и он это все сформировался как специалист здесь у нас, в Якутии. Мы можем гордиться, что в какой-то мере это один из основ его. Плюс он стал академиком по ботанике, то бишь, соответственно, не только в Камчатске он это все собирал, это все собиралось и по ходу. То есть я могу утверждать, что Якутия к Кашенинникову имеет такое же отношение, как и Камчатка. То есть предподготовка. Очень странно представлять вот таких вот мужей со всеми их париками, комзолами и прочего, которые, ну, пусть по, скажем так, по тем временам аутентичным, но на улицах Якутска. Еще раз говорю, просто как-то слабо верится. Вот мне, вроде бы, человеку начитанному слабо верится. Представьте, что молодое поколение, думаю, тут идут смешные ряженые люди в чулках, париках, они вышагивали вот здесь, по улицам Якутска. Другая мода была. Ну и вообще, мне кажется, их не только было в таком виде, было их столько. На самом деле целый отряд сюда пришел, Душан Ильич, там уже сотни людей. В целом, если говорить об экспедиции Беринга, это почти 2000 человек было вообще-то. То есть здесь целый завод создали, железноделательные, там, гео, та же соль и так далее. Это тоже нужно было, в том числе, чтобы обеспечить. 680, по-моему, лошадей, только для того, чтобы перевести их с Якутска до Охотска. Вот это, по-моему, только в самом начале. А так, есть подсчёты историков, там сотни тысяч, конечно, лошадей поставляли. А сюда, если говорить об академическом отряде, там же были не только учёные, собственно говоря, учёные, студенты. К ним были приданы художники, для того, чтобы тщательно всё зарисовать, описывать. Был, значит, они приехали со своей библиотекой, на нескольких подводах привезли. У них был свой повар, столер, плотник, солдатам были приданы. То есть академический отряд тоже был очень большой достаточно. Если говорить об академиках, они были, кстати, люди довольно молодые. Руководитель экспедиции Миллером, ему было всего 28 лет. И, кстати... Составиться по дороге. Они почти все 10 лет работали. А на самом деле они были молодые люди. И мне показалось это интересным. Три из этих участников, три академика, они женились в Сибири, кстати. А если говорить о других участниках экспедиции, тот же Беринг, он же приехал с женой. В Якутске он жил 4 года, тут даже известен дом казака Борисова, по-моему. Правда, пока мы ещё не нашли, но вот тоже интересно было бы найти. Чириков тоже с женой. То есть приехали с жёнами, с детьми, со слугами. В общем, огромный был отряд. Академики в этом плане ещё налегки. Чириков – это адмиал Чириков? Ну, потом он стал. Да, потом он стал. Они вдвоём берег Чириков. Это правая рука. Открыли Америку, короче. Правда, вторично. До того у нас уже были. Восточной стороне. Нет, дело в том, что фактически-то открыли геозисты, это же Фёдоров и Гвоздёв в начале. Да, да, да. А это второй, вот они потом достигли. Ну, просто они разных сторон. Кто-то Алиутские острова, кто-то там побережье и так далее. Но тут самое главное, как Михаил Михайлович говорит, нанеси на карту, описать, всё зафиксировать и так далее. То есть фактически в пределах Якутска существовал некий такой научный городок, да? Да, фактически, да. С главой провизией, с интендантами, с лотниками, с тольерами, солдатами, ремесленниками. А где он располагался? Интересно. Нет таких фактов, которые указывали? Вы знаете, вот когда мы стали работать над этим проектом, ну, раньше мы как, обычно учёные описываем результаты, там, что-то, открытие и прочее. А вот такие моменты, как простые человеческие, во вседневной жизни, пока ещё вот, оказывается, недостаточно изучены. Да, в этом плане история очень быстро как-то у нас натеряется. Ну, даже вот, если разобраться, 50-е годы, 60-е, тоже уже всё уже. Многие, мы вроде близко к этому периоду всё это видели. Сейчас тоже довольно сложно вспомнить. Поэтому, конечно, очень интересные вообще эти вопросы, аспекты. И к тому же мы начинаем понимать, что, по сути, не только история там, не только Миллер ехал, но и там были много, естественно, испытателей, которые, ну, делали сборы, они вроде простые, растения, животные, чечла делали и так далее. Но это всё поставлялось в европейскую территорию. И вот некоторые корни ведут к ведущим музеям, где они здесь и выставляются, и в запасниках. По крайней мере, мы знаем, что по Сибири были сборы, которые оказывались в американских музеях, в том числе, значит, зарубежных, но и на нашей российской. В Германии. Да, 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 конечно. И материалы того периода, на многих материалах, которые каким-то образом проникли в Германии, до сих пор работают целые институты, да, фактически? Да, Светлана лично. До сих пор же издают обработки материалов, и это является как бы элементом нового. Ну, кстати, очень много ещё не издано до сих пор, материал экспедиции. Недобработано. Недобработано. Ну, у нас, значит, сколько там, у нас четыре было немца, и один француз был, да, француз, деляк Раил, астроном-то, да. То есть очень много материалов на немецком языке. И вот, тем более, Гутика, XVIII век. К тому же, в какой-то степени, ну, Миллеру и Фишеру не повезло, они были сторонниками нормандской теории, которая в советское время, в принципе, не приветствовалась. Астракизм был, да, подозреваемый. Да, и, ну, тем более, помните, во время Второй мировой, после Второй мировой войны, понятно, что наследие немецких учёных не очень как-то исследовалось. Только вот начиная с 90-х годов были обработаны, изданы третий том истории Сибири, который был посвящён, кстати, Якутии, написанный Миллером. И сейчас вот совместно с немецкими исследователями документы издаются, переводится на русский язык, но эта работа продолжается. Здесь как-то больше, здесь немецкая сторона, хотя у них тоже были свои нюансы. В этом плане нашим академикам не повезло вдвойне, потому что они были все российские подданные. Немцы их тоже не признают за своих. У нас как бы были проблемы с тем, что они этнические немцы, а Германия их не признает, потому что они подданные Российской империи. То есть они считают их русскими, скажем так. Ну вот только, я говорю, где-то с 90-х годов поменялась ситуация, и началось наследие возвращаться. Это превосходно. А это с учётом того, что, допустим, тот же Миллер со своими двумя студентами полностью обработали якутский архив 17-18 века, что-то вывезли, что-то в копиях, а потом это всё сгорело. Ну вот, например, я же начал говорить, что Кошенейников по Савалинову промыслу. Это же конкретные ресурсные работы. Потом вот соль. После этого, конечно, у них был интерес в целом, чтобы транспортный путь появился, потому что одна из задач Петра Первого, чтобы была дорога от Санкт-Петербурга до Охотска. То есть транспортные коммуникации. Сейчас многие из них этих что-то есть, но что-то нет. Но, по сути, это большое было движение, и в целом местные власти тоже готовились, они обеспечивали. Конечно, им приходилось напрягаться. Здесь были даже конфликтные ситуации. Беринд от них требовал, махая указами и так далее. Но они подготовили уникальную экспедицию. Охотск. До 800 человек было только в Охотске. Они построили два корабля, которые достигли в дальнейшем Петропавловск-Камчатский и Ильянск. Это же фактически уже что? Морской транспорт фактически развитие шло. И если вы все прекрасно помните, что Петр Первый только начинал кораблестроение. Это еще было тогда. А уже через буквально 50 лет они буквально за год смогли за полтора построить эти корабли. То есть это была очень четкая практико-ориентированная вещь. Ну и к тому же практико-ориентированная вещь, мне кажется, она, может я ошибаюсь, политического значения. Ведь иностранцы не верили, что Россия такая большая. Они даже говорили, давайте мы проверим, разрешите нам пропуск через Россию. Это еще когда Петр был во Франции, они просили, дайте нам возможность пройти через Россию, мы ее измерим. Он сказал нет. То есть он хотел, чтобы это сделали россияне. Конечно, он нанял французов, немцев и так далее. Но вот как говорится, передовые умы, да? Да, российские. И он мир очень брал в молодежь, по сути. Эйлер, там ему сколько, 19 лет было. Математика, который потом стал великий. На российских материалах фактически они выросли. Поэтому я считаю, что практические задачи, они тоже очень много решали. Ну и по сути, когда было издано, мир признал. Вот даже то, что у нас на картах мира есть Берингов, пролив, море и так далее, это признание заслуг именно в той экспедиции. Потому что потом, в дальнейшем Кук, он сказал, что настолько точные были измерения этой экспедиции, да, до пяти секунд, кажется, было отличие, что он признал значение, сказал, что предложил назвать Берингов, пролив, через Беринга. Это иностранцы признали. В то время это признание России как интеллектуальной величиной, это было уже практическое штука. Ну то есть до первой экспедиции фактически вот эта территория, она была неким таким белым пятном, а пределов которого просто никто не знал, да? Ну и еще многие считали, что у России нет мозгов. Нету таких людей, которые это могут сделать. Переложить на карты. Ну я еще просто добавлю, да, Михаил Михайлович говорил о конкретных, о экономических вещах. Ну, например, фактически первым, кто поставил вопрос о том, что возможно плавание северным морским путем, и доказал это научно, это был Миллер. Потому что работая в архивах, он нашел очень много свидетельств плаваний, поморов вот в этих местах. И, кстати, он нашел документ о том, что Дежнев в свое время открыл пролив. В 1758 году Миллер опубликовал, и он предложил называть этот крайний мысль Дежнева и так далее. А так вот эта отписка атамана Дежнева, так вот она здесь и лежала мертвым грузом, и никто никогда об этом и не узнал бы. Если братьевы не стали ворошить. Во-первых, потом на основании этого он написал труд о плаваниях русских и о возможности плавания, вот именно открытия северо-восточного прохода. То есть уже конкретный пример. Или второй пример тоже впервые именно академик Гмиллен написал о том, что здесь есть мерзлота, вечная мерзлота. – Да, это точно. – Он заметил явление. – Как явление. Они в этом опубликовали, и никто не поверил в Европе, потому что тогда, скажем так, господствовала другая теория, что Земля, чем ближе к центру, вообще к апатию, она становится температура выше и выше. Его просто тогда опровергли, и только вот в XIX веке, когда Шергин стал копать колодец, потом академик Медендорф заинтересовался и так далее, вот только тогда Шергин доказал как раз предположение Гмелина. И Медендорф это всё научно, так скажем так, обосновал и так далее. – Знаете, я чему удивляюсь? То, что применительно к реалиям текущего времени, то, что европейцы тех времён они были очень объективны. И в плане, вот ещё раз, как Сардан лично говорите, поняв архивы, обнаружив свидетельство того, что казаки, они проходили к берегам Америки, они… – Не Америки, а пролив. – Да, пролив. Мы с Дежнёва огибали, по крайней мере, Евразию обогнули, по крайней мере. – Америка отделена от Азии. – Да, они отдельно, вернее, они признали тот факт, что это сделали именно… – Ну да, объективно. – Не Магеллан какой-нибудь, а простой казак русский. – Да, простой казак, который землепроходится, который из Якутска стартовав, вот сделал за энное количество лет. Это же гигантские расстояния. Это и сейчас гигантские расстояния, а по тем временам-то ужасное, наверное, было. – Ну, не добирались из Санкт-Петербурга до Якутска два года. Ну, конечно, останавливались. – Работали, да. – Но фактически два года не ехали. – То есть фактически вот эти товарищи, которые будут увековечены на мемориальной доске, они обрекали половину своей жизни, тогда же возраста, средняя продолжительность жизни была гораздо ниже, половину своей жизни отдавали Сибири. – Ну, двое из них вообще здесь погибли во время экспедиции. Деля Крайер и Стеллер, два академика. Они же, значит, Деля Крайер на Камчатке, а Стеллер возвращаясь обратно в Томске, да? – В Тюмени. – В Тюмени, прошу прощения. В Тюмени. Речь шла не только о том, что годы жизни люди, в принципе, в какой-то степени здоровьем и жизнью рисковали. – А Крошенников, он прожил только 44 года. – Сорочием? – Он от Шменин? – Да. – Получается. – Вот это все нагрузка. Он потерпел кораблекрушение, когда с Охотска до Камчатка сел, их просто выбросило. И он фактически остался в одном, как он пишет, платье, в одной рубашке, и было очень трудно. – Ну, вот Михаил Михайлович упомянул, что в Охотске существовала верфь, да? Причем верфь класса такого, морского, да? То есть, это же и лес должен обладать определенными характеристиками, чтобы морского класса корабли построить в Охотске и пройти достаточно значимое расстояние, причем в условиях не сильно таких, которые отличаются от каких-нибудь заливчиков, да? – Ну, море, конечно. – Открытое море, это же… – Туда и в Японии, по-моему, туда везде плывали же. – Да, вот маршрут. – Ну, то есть, технологии тогдашние, которые были развернуты в Охотске, они были максимально передовыми для своего времени. – Ну, и не забудьте, там Гинский завод, где вот как раз изготавливали железные, делать железные изделия, якоря и так далее, вот, все, что нужно для кораблей. Это вот из Якутска поставлялось туда, здесь делалось. Ну, получается, да, конечно, но не случайно же мы считаем, что Петр Первый как раз и модернизировал Россию, создал современную, современную по тем временам, промышленность, армию, флот и так далее. Ну, в том числе и одна из составных частей, вот, модернизация, как раз и состоит в развитии образования и науки. Вот он как раз вот, ну, на европейский уровень поднял. – И вот то, что все приехало, да, они очень, здесь вообще, мягко выражаясь, устроили шорох и много чего подняли. И к тому же некоторые материалы, они с собой везли же. Вот там, этот корабельный холст, он был получен оттуда. И вот почему 600 с чем-то лошадей потребовали? Это же огромные уже тоннажи, это все шли. Поэтому, ну, что-то с европейской, что-то у нас здесь вынуждены. Конечно, значит, древесина и так далее, это все делалось там, я предполагаю, там в Дистаничной, а это уже еще сложнее. Ну, наверное, сосну находили, еще что-то. Ну, по сути, Охотск в то время был, ну, такой порт, примерно как Санкт-Петербург, это окно в Европу, а это окно в Азию, в Тихоокеан, в Америку. То есть, ну, и в то время Охотск это была и якутская территория. Так же? Да, она входила в состав как раз якутского уезда. Ну, называли его Тихоокеанские окна России. Вот это вот, Охотское побережье тогда. То есть, в тот момент было так. А вообще, я вот покопался немножко в истории, так биолог занимался историей, это тоже интересно, да? В 1716 году был приказ губернатора Гагарина, которого потом Петр казнил, чтобы был создан большой камчатский отряд. И вот как раз он ставил чисто прагматичные задачи. Это ИСАК, там, переписи и так далее. Тысячи еще до этого. И потом были определенные задачи, и там им указывали Аналь, Камчатку, Охотск, Уцкий, Камчатские остроги. То есть, уже тогда была такая задача, прагматичные освоить. Петр Первый был член Французской академии наук. И он по своей энергии понимал, что это надо доказывать умным людям. И не просто так, на пальцах, а на фактах, на инструментальных измерениях. Первые астрономы же здесь появились, фактически можно считать. Формировались по ходу. И Красильников. Вот портрет, которого мы так и не нашли, он мирующим дедушка поэта Дервига. Ну, нету портрета. Пока у нас нету. Он первый русский странам, который делал измерение. И вот те точности 5 секунд, которые... Потом признал Джеймс Куб, который был впоследствии съеден в Полинезии. Да, да, да. Ну, это же все-таки показатель, что это 5 секунд на такой огромной территории. Это значит, измерительные все вещи на хорошем уровне. И его учил астроном, пускай французский, но потом-то выполнял. Это наш этнический русский генезис-астроном. Это же тоже определенный патриотизм, гордость. Вот мы сейчас можем сказать про вот эти местности, которые мы определили как места, в которых они реально работали. Витим, Кемпиндиай и так далее, то я думаю, что вот население этих поселений, они даже не знают, какие люди там были. Что Кемпиндиай посещал будущий ректор Санкт-Петербургского университета. Сейчас Санкт-Петербургский университет, ректор Кропачев, Кемпиндиай, наверное, не приедет никогда в жизни. Ну, типа такого, да? Я просто о чем говорю, что патриотизм зависит от того истории. Если люди говорят, да, здесь были такие люди, сделали такие вещи, это же тоже очень знаменательно. Я считаю, что вот наш проект, который мы такой на стыке науки и посвящения вместе с социумом уже задумали, это, наверное, интересная вещь. К тому же, если так вот подумать, великих экспедиций-то в России-то полно. Ну, вот минимально в XVIII веке две. В XIX веке, наверное, еще можно несколько. Но в XX веке великих экспедиций можно называть вот нашей якутской комплексной. То есть, по сути, и академик Обрычев, там, полис холода и так далее, даже вот эти упоминания. Плюс в XX году там вообще количество членов академии за десятки уже переходило. А здесь их вроде немного, пятеро, да? Но при условии, что... Но каждый из них глыба, да? Да, но в то время всего было 20 академиков. Их пятеро поехало. То есть, это 25% Российской академии наук находились территориально здесь. Да, Петр I сказал, все, Якутия и Камчатка – приоритет. Видите, 25 лет назад уже было сказано, что Якутия – приоритет. И Дальний Восток – приоритет. То есть, ну, была такая воля Петра I. Все возвращается на места свои, да? Да, еще при условии, что первая Камчатская экспедиция у Витуса Беринга была без Академии наук, без этих точных измерительных вещей, чуть меньше геодезия, ну, какие-то результаты тоже мощные. Но все-таки поверили-то, мир поверил, когда уже реально наука сказала, что это так, и доказала в какой-то мере. Да, и поэтому вторая Камчатская экспедиция, она больше известна в литературе как Великая Северная экспедиция. Именно вот по значению, по результатам и так далее. А вообще я до этого смотрю, у нас Якутск вроде бы, ну, мы знаем исторический город и так далее, а вот в реальности, чтобы глаз где-то остановился, у нас много досок, посвященных отдельным личностям и так далее, все хорошо. Но вот так, чтобы весь социум знал какие-то периоды, и мощные яркие точки российского масштаба, у нас их не так уж и много. И вот поэтому тот проект, который мы назвали «Памятные места великих экспедиций Российской Академии наук 18 века», о принципе можно написать 19 века, 20 века. То есть вся страна, вот для интереса. Это карта второй великой экспедиции, Паласа. Она уже охватывает чуть побольше. Видите, уже на юг они рванули, до Каспийского моря дошли и так далее. И вот так экспедиционными формами шло очень мощное освоение. То есть это комплексные отряды, которые были, делали. Опять Палас – это тоже человек немецкого происхождения, но он был, ну, был российский уже подданный. А на самом деле для интереса, они же и не все же были наши российские подданные, многие же вернулись потом сюда лично. – Гмелин вернулся, да? – Да, Гмелин, да? – Гмелин, да. Настоящий учёный чем отличается? Прежде всего, это возможность каких-то научных перспектив, скажем так. – Да, признание. – Они увидели, что здесь есть поле для научной деятельности. И когда Пётр Первый открыл Академию, пригласил их, ну, приехали молодые люди, 24 года, там, 20, кому-то 19 даже было, да? – Очень амбицизанная. – Ну, была терра инкогния – это огромная страда, совершенно неизученная, конечно. И поэтому, ну, вот они, многие же учёные-энциклопедисты, вот про Крашенинникова говорил, что он и ботаник, в то же время он описал камчадавов, то есть этнографические исследования, язык и так далее. – То есть они были универсалы. – Они практически все были универсальны, да. – Тот же Гмелин был и ботаник, и исторические работы проводил исследователи. – Идакие поганели. – Ну, почему поганели? – Поганели, наоборот, узкие. – Ближе Леонардо да Винчи, может быть, как-то вот Эсбюс больше сказала бы. – То есть это… – Ну, тогда ещё, может быть, и в науке не было такой специализации узкой. В принципе, собственно говоря, вот академическая наука, как-то в том виде, настоящая наука, она начала только создаваться в 18-19 веках. А до этого времени это была же натурфилософия только. – Ну, с другой стороны, в 18 веке уже пошла дифференциация. В частности, например, вот этот Гмелин, он на систематику Карла Линей не перешёл, а Крашенинников перешёл. То есть многие это сборы, которые потом Карл Линей называл как по своей системе, они были собраны Гмелиным по Сибири. В том числе были и Крашенинниковым там всё вместе, по Камчатке всё собиралось. Это же особая флора. Поэтому, соответственно, уже была дифференциация и была переписка. В частности, Крашенинников и Карл Линей они переписывались, общались. То есть Агмелин, вот, его очень хорошо знал и уважал Карл Линей, но вот он из другой системы как бы. Он не принял эту систему и называл по-своему. Ну, он автор флора Сибири первой. То есть люди написали очень монументальные вещи. Есть большие энтузиасты якутской лошади, в частности, Егор Петрович Макаров, который заявляет, что без, на самом деле, якутской лошади не было бы освоения всего Дальнего Востока, не было бы освоения Чукотки, Аляски. Приезжает, значит, 2000-е, извиняюсь, Кодла, которая наполовину состоит из военных, наполовину из учёных. И требует огромную по тем временам массу лошадей. — 600 лошадей, да? — Нет, ну, это вот только вот... — А там не было конфликта? — Это начальный этап. А вот когда посчитали все эти экспедиции, то это же была одна из видов повинностей для чукотского населения. Там сотни тысяч лошадей, в принципе. И не случайно вот наши мыслители Торжаков, допустим, депутаты Сыранов и так далее, они прежде всего ставили вопрос, что вот отменить эту повинность, потому что представляете, какой урон, в принципе, хозяйство это принесло. И в большинстве своём, в принципе, оплачивать и прочее, это стали только в XIX веке. И первым поставил вопрос, кстати, Гидденштром об этом, что... — А тут у вас просто... — Да, это была повинность. Ну как, не леквизиция, они же сами возили, в принципе. Они не только лошади поставляли, они же сами возили. То есть без помощи региона, конечно, ничего об этого не было. Питание, простите, продукты же, они же... Ну же, здесь всё, проезд, транспорт, строительство этих же дорог и так далее. Всё это на плечах местного населения. — Есть целое направление, где описывают роли местного населения во многих экспедициях, не только и до Сиберинга, но и всех последующих. Потому что, по сути, без местного населения невозможно. И вот путь-то до Камчатки был-то раньше не такой, он был через горы, и здесь лошади явно очень сильно участвовали. То есть, по сути, маршрутов до Камчатки было очень много. И вот этот самый короткий, он появился во время первой камчатской экспедиции. То есть, по сути, до Охотска вот этот самый короткий, самый безопасный путь, на самом деле, он появился вот тоже во время этих... — Безопасный. — А относительно безопасный. — Какого плана опасности были? Горные оплазни и так далее? Природные явления? — Да, вообще путешествия по этим территориям до сих пор опасны порой. — Горные реки, допустим, даже. Тем более, вот мы смотрим, они выходят в марте и приезжают в мае. То есть, они во время... Вот из Иркутска там ездили и так далее. Это же всё же определённые рискованные ситуации. Поэтому, конечно, максимально безопасный. Вот Якутск-Охотск, потом, конечно, Аян появился чуть попозже, и Охотск пришёл относительно упадок, да? Ну, в целом, как бы, эти маршруты были как транспортное жило для всего, вот, Русско-Америка, о которой мы рассказываем. Без вот этого тракта вообще бы никогда не смогли. — Да, как раз по нему снабжались. То есть, охотские, потом Аянские тракты, как раз они потом, в основном, использовались для снабжения российских и американских колоний. Ну, потом уже, конечно, в XIX веке вот эти знаменитые наши кругосветные экспедиции, Грузенштерна, там, или так далее, Сианского, они же, Блинсгаузин, они же, прежде всего, тоже планируют с морским путём привезти вот груз в колонии в том числе. Ну, а наиболее массовый, конечно, это был вот путь, который шёл по территории Якутии. — И не забываем ещё достаточно вот такое чайное направление, да, которое, помимо Макьяхты, ещё и, в принципе, Якутии тоже был вовлечён. — Ну, это вот чуть позже торговля начала, чуть позже началась торговля. — Да, торговля, ну да, конечно, если говорить о транспортных путях, конечно. С Китаем очень активно. Там не только чай, ткани и так далее, конечно. Другие какие-то товары первой необходимости. Ну, там двумя путями, значит, с одной стороны через Кяхту, в другую, опять-таки, вот тоже через Хохотское побережье. — Да, и уже, видите, вот здесь показывается японский маршрут. Здесь во время экспедиции был один отряд, который поехал туда, это кто? — Шпанберг. — Да, Шпанберг. Это у Витаса Беринга было как бы два основных морских его помощника, Чириков и вот Шпанберг. — Ну, то есть у него было задание, два направления, значит, одно суда в Америку, второе вот в Японию. — Это всё Пётр Первый. — Учитывая то, что Япония, ну, в те времена-то достаточно закрытые, скажем так, явления были, да? — Ну, достаточно неудачно, скажем так, конечно, им не удалось установить в полной мере, не то, что контактов, дипломатических отношений, но в плане изучения, опять-таки, картографирования и так далее, это, конечно, имело огромное значение. — Ну, и попутно они Курильские острова проходили. Даже вот этот Штеллер тоже предположительно, что он на какой-то из Курильских островов попал. То есть он работал после Крошадинникова на Камчатке и тоже определённый внёс вклад. Поэтому здесь, если вот говорить о Великой Северной экспедиции, она гораздо шире, и очень многие говорят о Фрончащевых и других, вот эти все, которые, северные проекты, но это морские отряды. А мы как-то больше, соревнованно лично, ну, сконцентрировались на академическом отряде. Потому что морские отряды, они, конечно, молодцы, великие, это внутренние вопросы России решали, а академический отряд, он решил общемировые российские вещи. И самое главное, морские все путепроходцы, они же не пишут. А наука чем отличается, пишет в доказательном плане. Ну, они составили карту, они писали «Берега», что опять-таки доказали принадлежность к России. Но вот именно в плане научного освоения, скажем так, конечно, это уже произошло всё это только в 12-м конце, начале 20-го года. Для научного сообщества это очень-очень значимая дата. И очень-очень... Если не вспоминать историю, прежде всего, освоения вот этой огромной территории, мы можем остаться, скажем так, слегка ущербными. Мы с вами разговариваем, вот выпускники все советской школы, которые, ну, я не знаю, водитель фрегатов, по крайней мере, я читал, вот я пролил Лаперуза, и всё на свете, я вот именно в школьную году изучу. Подними сейчас любого школьника, да, и спроси, кто такой Джеймс Кук, и почему его съели, да. Что они могут ответить? Не говоря уже о тех именах, которые вот мы сейчас упоминаем, о Крашениннике, о Адмирале Чириковой, о Витусе том же самом Беринге, да. Вот этот аспект, ну, как вы предполагаете наверстывать? Потому что, ещё раз говорю, Эге – это жесточайший удар по всей вот этой системе. Ещё раз, если выпускник, скажем, 85-го года, ну, половину из этих имён, которые Карл Линии и так далее, знал, да, то сейчас самые жуткие вот эти задроты только будут знать о системе классификации длиннее, да. И будут считаться там самыми прошаренными в школах. Как вот этот пробел, Михаил Михайлович? Вообще, система тестирования, она, в принципе, это просто форма. А то, что во время подготовки к единому госэкзамену государство в целом определяет какие-то разделы, которые надо знать вот на этот год. И образовательность, она сразу подстраивается к этому делу. Ну, нужно знать букву А, Г и Ф, они и будут эти буквы учить. Все остальные буквы между ними можно не учить, потому что они не требуются в этом году. Вот это самая главная ущербная вещь. То есть не системная вещь подается, не предмет так таковой, который надо знать, потому что это нужно для кругозора, для развития. А какие-то кусочки. И вот на самом деле сама наша образовательная система, она к этому упала. По сути, есть школы, где еще дают систему, потому что система дает результат на идее. И такие еще сохранились. Ну, а есть, которые просто натаскивают на определенную вещь. И, ну, что делать? Родители тоже иногда говорят, мне нужно, чтобы мой ребенок знал Эгея. Ему ваш предмет вообще не нужен. Они порой диктуют, что нужно делать. У нас же сейчас в какой-то мере это даже приветствуется. Ну, поэтому в этом плане что надо сказать? Надо все-таки дать больше права этой школам, и все-таки Эгея тоже меняется. Сейчас оно вот всех тык-мык тестовых систем уже отходит. Там уже больше надо писать, больше знать, и уже баллы средние порой у них хуже. Но вообще это большая проблема, которой, конечно, науку касается. Мы тоже это чувствуем, потому что, по сути, когда к нам приходит, это уже такой фильтр. И когда приходят люди, которые вот уже собственно науку, с ними можно работать. Им нужно говорить, что вот это читай. И самое главное, было бы хорошо научить, чтобы все учились самостоятельно мыслить, самостоятельно читать и заниматься. У нас сейчас все-таки есть ситуации, по которым люди, печатные источники, даже интернет-источники, объем большой, просто не хотят читать, не хотят осваивать. Вот как раз для того, чтобы ликвидировать вот то, что вы говорите, вот этот вот проект. Проект Михаил Михайлович, расскажите, что именно наш проект направлен прежде всего на школьников, на молодой поколение, школьников, студентов. Но прежде всего школьников, да, Михаил Михайлович? Ну, мы что хотим? Мы хотим, чтобы вот тут источники, которые мы сейчас это собираем, а у нас сейчас договоренность с библиотекой национальной, что они будут PDF, создавать файлы для тех. И вот те места, которые я назвал, вот в частности точно это, Витим, Алёкнинск, Кимпендяк, где они реально работали. Якутск, да. Якутск, да. Возможно, Покрос, там, отдельные точки. Ещё вот якутскохотс там мы пока изучаем, где ли они реально работали или останавливались просто. Вот эти места должны стать, чтобы дети взяли источники, прочитали даже на том не совсем русском языке, как то и вот того, 18 века, но не наш русский язык, да, который сейчас. И начали говорить, что вот он был у нас Кимпендяем, мы должны его изучить. Вот он был там-то, на этом озере, давай туда сходим. И посмотрели, как там это происходит. То есть мы хотим, чтобы такие краеведческие, патриотические чувства у них начали, и они начали изучать. И это не был проект, который вот нужен нам, с Сарданой Личной, только вдвоём там, больше нам и маленькому кучке, чтобы это были целые поселения, школы, чтобы они прониклись этим, что это, кажется, было важно в то время для, в целом, для развития. Тогда это будет социум. Социум охватятся, и бабушки, дедушки, родители поймут, да, они делают интересное дело. Сейчас продумываем систему шаблонов, каких заданий мы должны им дать. Опять плохое слово «шаблон», но те пункты, которые надо изучить. То есть нечто похожее на инструкцию Миллера и Гмелина для того, чтобы они это делали, писали. Ну, это же как раз то, что мы хотим. Потом, конечно, у нас планируется конференция, в которой мы хотим, чтобы не только вышли умные люди, доктора, кандидаты наук, аспиранты и сказали, как мы это хорошо поняли, изучаем. Ну и дети сами рассказали. Плюс ещё сейчас же поколение, которое интернет, а интернет можно заложить вот эту всю информацию, которая будет собрана, на сайт в определённую схему и вложить на сайт и в мобильное приложение. У нас даже уже сейчас есть определение. Вот если Витим, Перидуис, Сунтар, Кемпиндей будут делать эти вещи свои, то это всё нужно где-то аккумулировать. И мы предложили специализированному учебно-научному центру университета нашего, У них есть ребята, которые очень хорошо делают сайты. У них специальный класс. Они будут отвечать за IT-составляющую этого проекта. Вот всё, что будет собрано, всё к ним. Они организовывают. Мобильные приложения пишут. Потом город Якутск. Тут явно работали много лет. Останавливались, проезжали много исследователей и материалов больше. У нас есть 26-я школа города Якутска. Там директор Васильев Аян Ильич, он сам историк. Плюс у них есть музей, который выиграл недавно грант интересный. И мы знаем, что у них есть группа школьников, которые на истории более подходящие. Вот им тоже этот проект даётся. И в результате мы будем создавать материал, который будет у нас на конференциях. Сайт, поисковая работа. Ну и ещё вещь, которую мы считаем очень надо регионам. Это вот такие памятные доски. Если есть памятные доски, где можно прочитать, кто здесь работал, кто делал, это уже история. Кто-то, возможно, заинтересуется. Да. Почитает фамилии, поймёт. Вот ректор с ПВГУ. Прогуглит. Да, ещё что-то, да, прогуглит. Они тоже открытые. Хоть поймёт, что это, какие люди были. Плюс ваша передача, вот мы, скажем, мы её тоже будем. Для думающих. Для думающих. Ну, я думаю, должно быть больше думающих в нашем обществе. Обязательно должно быть. Смотрите, да, у нас время заканчивается, да. Я вот очень хочу сказать, почему сегодняшняя встреча с представителями научной общественности, она очень значима для меня. Вы предлагаете не на 50 лет, в то время моему, не 45, не 35 лет даже назад вернуться, а вернуться на 300 лет назад. 285. 285. Ну, почти 300. Скоро будет 300, да? Да. Скоро будет 300. Выдержит ли вот это вот молодое поколение? Ну, не знаю. Зависит, наверное, от каждого из нас, да, от научной общественности, от учителей, от тех, которые в непосредственном контакте с детьми находятся, от родителей, от самих детей, на самом деле, тоже. Ну, у нас, например, уже есть договор с Олегненским районом, что они готовы начать эту работу. Они решат вопросы по этой невариальным доскам. У них просто будут немножко другие фамилии. Они будут меняться. Кто-то был, кто-то не был. То есть это все останется, и мы же не форсируем ситуацию. Мы не говорим, что у ребят... Не нарезываете. Да. Чтобы завтра все было. Мы знаем, что они не успевают. Ну, делают постепенно, по программе, которую мы готовим, расписываем, и будут работать несколько лет. Будут передавать. Вот закончил проект, передал другому, и пошло-поехало. Поэтому специально мы понимаем, что как раз об этом говорите, что современные дети, в принципе, это немножко другие дети. У них другие интересы, ценности и так далее. Поэтому постараемся вот на их языке, чтобы вот Михаил Михайлович как раз рассказал и про мобильное приложение, и про сайт, и про интернет и так далее. Плюс, надеемся, что учителя, уже многие высказались о поддержке, какие-то походы они к этим местам уже прочитают, сравнят, допустим, фотографии сделают. То есть постараемся заинтересовать, но и вот через вот эти средства приобщить к истории родного края, малородины и так далее. И чтобы, это же тоже имеет очень высокие такие, в принципе, значения, высокие такие цели, идущие, далеко идущие. Вот таким образом мы воспитываем, в принципе, патриотизм, борь к родине и так далее, и так далее. Осознание вечных ценностей, скажем так. Ну, остается пожелать успехов в этом, остается пожелать успехов в этом очень тяжелом, но благородном начинании. И еще раз со всей душой к вашему начинанию остаюсь, что в моих силах будем проповедовать, доводить, вернее, до людей доступным языком. Не секрет, что научный язык, он тоже достаточно консервативный, многие не понимают просто, да, или не в полной мере понимают. Но, еще раз, если доводить, разжевывать значение вот таких вот вещей, про которые мы сегодня говорили, да, в частности, вот, опять же, вот этот гигантский путь, который совершили, вот тот научный отряд, который входил в состав экспедиции, да, все те вещи, которые были тогда сделаны и на которых базируется не только российская современная наука, да, но и многие зарубежные научные, мировая наука базируется вот на тех вещах, которые были исследования изучены именно в составе той научной экспедиции. Поэтому огромное спасибо за то, что дали возможность прикоснуться к событиям почти 300 летней давности, и я еще раз выражаю уверенность, что ваше благородное начинание, ну, по крайней мере, найдет отклик в людских сердцах. Это была программа «Горожане», которую веду я, журналист Дмитрий Аргунов, и увидимся ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин